Если ты уже не первый год активно атакуешь турники, но никак не можешь набрать заветный килограмм мышечной массы, посмотри это видео до конца, и ты узнаешь 9 основных причин, почему это может происходить. Привет, друзья! С вами Антон, канал Workout фитнес-городских улиц, и сегодня я запишу видео на тему, о которой было сломано очень много копий в интернете, и которая, несмотря на то, что ее обсуждают уже десятки лет, до сих пор остается очень актуальной, в том, что все еще очень много людей сталкиваются с проблемой набора мышечной массы и не понимают, что с этим делать. Я думаю, каждый из вас знает такого парня, который уже несколько лет атакует, просто бомбит турники, но никак не может набрать заветный, там, 80 или 85 килограмм. Итак, причина номер один — ты не потребляешь достаточного количества калорий. И я делал уже отдельное видео на этот счет, на канале оно есть, про баланс калорий. Суть в том, что по тренировке ты, на самом деле, мышцы не строишь, ты их разрушаешь и делаешь так, чтобы у твоего организма возникла потребность строительства новых мышц. Ты ставишь его в условия, когда ему необходимо изменять себя. Но дальше, чтобы он начал изменять себя, чтобы он начал что-то строить, необходимо обеспечить его достаточным строительным материалом, то есть пищей. Поэтому причина номер один, по которой ты не набираешь мышечную массу — ты очень мало ешь. Как котенок, наверное. Если у тебя уже есть профицит калорий, но ты видишь, что ты не набираешь мышечную массу, а набираешь жировую, это связано с тем, что ты потребляешь просто-напросто неправильную еду. То есть твоя еда должна быть сбалансирована по белкам, жирам, углеводам. И в рамках программы «Стодневный воркаут» ссылочку на нее я тоже размещу в описании. Все это подробно описано, поэтому не буду останавливаться. Но суть в том, что если ты набираешь жир, а не мышечную массу, тебе надо пересмотреть свой рацион. Третья причина, по которой не растут мышцы, тоже связана с продуктами, тоже связана с пищей. И она заключается в том, что недостаточно воды ты пьешь. А мышцы, они ведь на 70% состоят именно из чего? Правильно, из H2O, из воды. Поэтому если ты потребляешь недостаточно воды, соответственно, в мышцах будет ее меньше, соответственно, они будут меньше, меньше будут весить, и, в общем, ты не будешь набирать массу. В принципе, вода — это жизненно важный необходимый компонент для того, чтобы все процессы в нашем организме, в том числе связанные со строительством новых мышечных волокон, происходили корректно, правильно. И если ты не пьешь достаточно много воды, то тем самым ты себе вредишь. Итак, с питанием мы разобрались, и поэтому четвертый пункт нашего списка связан с тренировками, а именно с тем, что они недостаточно для тебя тяжелые. Давай еще раз посмотрим на это с точки зрения биологии, да. Процесс наращивания мышечной массы — это процесс адаптации организма к той нагрузке, которой его текущее состояние не готово. То есть его текущего уровня подготовки недостаточно для того, чтобы справиться с нагрузкой, которую ты ему даешь. Если на тренировках ты не даешь ему чрезмерную нагрузку, то есть не создаешь стресс, у него просто нет стимула к росту, нет стимула к тому, чтобы изменяться, адаптироваться, и, соответственно, ему нет просто никакой необходимости наращивать мышечную массу. Хочешь это исправить? Начни выкладываться на 100% на каждой тренировке. А потом сделай еще процентов 10 от того, что ты сделал, если ты хочешь действительно выложиться. Потому что очень многие люди, очень многие, я очень часто вижу это на площадке, ребята заканчивают тренировку намного раньше, чем они действительно выложатся по полной. Раз так, то и результата не будет. Продолжаем говорить о тренировочной составляющей. Наш следующий пункт заключается в том, что твоя техника выполнения упражнений никуда не годится. Если ты хочешь, чтобы мышцы росли, ты должен нагружать именно мышцы. Поэтому если ты делаешь подтягивания, ты должен тянуть тебя исключительно силой рукой, силой спины. Не нужно извиваться, не нужно дрыгаться, не нужно изображать жирафа, да, вытягивая свою шею и стараясь под ворот так закинуть над перекладиной. От этого мышцы не вырастут. Эго немножко порадуется, что ты чуть больше потянулся, но мышцы от этого не растут. Поэтому внимательно проследи за собой, а лучше запиши на видео, как ты делаешь все упражнения. И смотри, чтобы ты делал их медленно, контролируемо. И ощущай нагрузку, то есть ты должен чувствовать, как работают мышцы. Слишком быстро делаешь, возникает инерция, тебе делать легче, ты делаешь больше, ты радуешься. А толку от этого не так много. Гораздо эффективнее делать все упражнения очень, просто подчеркнуто, медленно. Скажем, в темпе 4 секунды негативная фаза, 4 секунды позитивная. И еще добавить секунду паузы в точке максимального напряжения мышц. Опять же, о том, как подобрать скорость выполнения, как подобрать темп выполнения упражнений, есть отдельное видео на канале, и ссылочку на него я тоже где-то здесь или под видео размещу. Следующая возможная причина, уже шестая в нашем списке, связана с тем, что твои тренировки не соответствуют твоим целям. Тренируешься месяц, два месяца, полгода, и ты видишь, что результаты не растут, то пора задуматься, все ли ты делаешь правильно, так ли ты тренируешься. И если с питанием ты посчитал калории и уверен, что все правильно делаешь, пересмотри свои тренировки. Если ты хочешь накачать условно руки, то, соответственно, и твои тренировки должны быть построены вокруг тренировки рук. Если у тебя отстающая группа мышц — это грудь, то, соответственно, ты должен делать больше отжиманий и делать их таким образом, чтобы напрягались именно грудные мышцы, а не трицепс. Те же самые отжимания на брусьях можешь делать больше на грудь, больше на трицепс. Отжимания от пола можешь делать больше на грудь, больше на трицепс. Если ты тренируешься трицепс, а хочешь накачать грудь, то здесь есть какой-то диссонанс, его нужно устранить. Поэтому посмотри, соответствует ли то, что ты делаешь, тем целям, которые ты перед собой ставишь. Если нет, внеси коррективы. Седьмой пункт нашего списка связан с тем, что ты не тренируешь мышцы ног. Возможно. Вообще. Это, кстати, очень распространенное заблуждение, почему-то, что люди, которые любят заниматься на турниках и брусьях, они вообще не тренируют ноги. То есть, понимаешь, да, насколько эта проблема распространена? И действительно, здесь речь идет не только о том, что тренируя ноги, ты будешь добиваться более гармоничного телосложения, то есть низ тела будет соответствовать верху тела. Но также и дело заключается в том, что ноги – это большие мышечные группы. То есть, тренируя их, ты вызываешь большой гормональный отклик у своего организма, особенно когда ты тяжело тренируешь ноги. Для этого не обязательно использовать железо. Очень много взрывных нагрузок, плеометрических нагрузок, большого количества приседаний. Это то, что будет давать результат. Поэтому, если вдруг по какой-то причине ты сейчас не тренируешь ноги и жалуешься на то, что не можешь никак набрать мышечную массу, начни их тренировать. Подходим к двум заключительным пунктам нашей сегодняшней программы. И пункт номер восемь заключается в том, что ты слишком много тренируешься и слишком мало отдыхаешь. Очень, очень распространенная ошибка среди тех, кто хочет как можно быстрее набрать массу, кто хочет как можно быстрее получить результат, особенно среди новичков, которые занимаются там полгода-год. Вот они куда-то спешат, они торопятся, они хотят пахать больше, 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 потому что думают, что так получат результат быстрее. На самом деле, каждая тренировка не... ни одна тренировка не растит во мышце. Каждая тренировка, она наоборот разрушает, она создает стресс для организма, после которого ему нужно восстановиться. А для этого ему нужно время. Время, за которое строятся новые мышечные волокна, измеряется неделями. Время, за которое выстраиваются новые связки и сухожилия, измеряется неделями и месяцами. То есть вы должны понимать, что после каждой тренировки нужно дать достаточное количество отдыха. Если будете тренироваться слишком часто, то ни к чему хорошему, кроме перетренированности и возможной травме, это не приведет. Поэтому не забывай хорошо отдыхать после каждой тренировки и помни о необходимости как минимум 8-часового полноценного сна. Для того, чтобы хорошо восстанавливаться и для того, чтобы организм мог спокойно строить себе мышцы во время сна. Ты спишь, мышцы растут. Запомни это. Ну и последний пункт на сегодня связан с недостатком мотивации. Он как бы объединяет с собой все предыдущие пункты. Потому что если в действительности ты не так сильно хочешь достичь той цели, которую мы озвучили в начале видео, то есть не так сильно хочешь набрать мышечную массу, то ты не будешь выкладываться на полной тренировке. Ты можешь не особо внимательно следить за тем, как ты питаешься и сколько ты калорий потребляешь, и относиться к этому спустя рукава. Сможешь пропустить тренировку, предпочесть какие-нибудь другие более интересные занятия. Там поиграть в компьютерную игру, посмотреть сериал, просто полежать на диване, поспать, почитать книгу. Это вот у меня очень часто такая проблема. То есть если у тебя нет мотивации, если ты не поставил перед собой конкретную, ограниченную во времени цель, если ты не повесил фотографию идеального тела, которое ты хочешь получить на холодильник, и ты не видишь ее каждое утро, то ты можешь продолжать говорить всем, что ты хочешь набрать мышечную массу, но она почему-то не набирается. Ну а давай будем честными, ты не хочешь ее набрать. То есть, например, я вот не так сильно хочу набрать мышечную массу, я не хочу заморачиваться по поводу питания, я не хочу заморачиваться по поводу реально тяжелых тренировок, это у меня не в характере. Поэтому мышечная масса растет очень-очень медленно, и окей, я как бы не переживаю по этому поводу. Здесь не о чем переживать, если бы я поставил себе цель, и что-то бы не получалось, тогда да. Но я не ставлю себе такой цель, она растет по мере того, как я развиваюсь, по мере того, как наращиваются уровни, увеличивается количество повторений, подходов, увеличивается сложность упражнений выполняемых, и все нормально. На этом все на сегодня. В этом видео я, в принципе, рассказал обо всех возможных причинах, по которым могут быть проблемы, связанные с ростом мышечной массы. Никаких других не существует. Еще раз, не нужно думать, что ты сможешь нарастить серьезные мышечные объемы за год, за два, за три. Конечно, тебе сейчас не 13 лет, и вот до 18 ты будешь тренироваться постоянно, регулярно и очень тяжело. Тогда да, во всех остальных случаях просто забудь об этом и приготовься к многим годам постепенного прогресса. Но если ты останешься верен своим целям, то в конце концов их достигнешь. Все. Антон Кучумов, воркаут фитнес-городских улиц. Увидимся в следующих роликах. Пока. Обожженную кусачим пламенем ладонь Пытаюсь удержать как можно дольше над огнем Если в итоге не смогу не одернуть ее Значит, это не мое